и снова здрасте снова в эфире сейчас мы находимся в семнадцатом секторе команда кит-2 здравствуйте ребята перевод нашей команды знаешь как команда кит такие и террас по это не просто я понял это до представители двух регионов в этом команда исходить почему и кит-2 почему два да я объясню потому что первый был сергей сергей гаевский это мой один из лучших друзей которому выросли вместе с ясен году первым участником команды очень отлучат я вошел до замена поэтому макет круто юра терактора большому киту большая торпеда ну что расскажете результаты нет погода пока нет скажем так конечно прекрасно знаем что это сектор очень хороший по рыбалке потенциал у него был потенциал есть все есть скажем так две ночи подряд немножко большая проблема мешают сетевики почему потому что именно то время суток когда рыба должна подходить в сектор начинается очень большой шум очень большой сегодня по идее их не должно быть сегодня вторник нет нет мы уже говорили свято место пусто не бывает я уверенна это приеду нет просто что у них по закону вторник день выходной не только это не их личный выходной этот министерство пока были очень большие да это бог понимаешь заход рыбы справа он был полностью трекать сетями плюс шум всю ночь потому что его шум решает мы очень очень сильно мешает потому что чувствуется при небольшой глубине это когда нашли точки перспективные точки то что мы все нашли обрывались на этих точках да как положено в то же самое время скажем так иногда бывают рыбалки соревнования на которые ты чувствуешь какую-то неудовлетворенность и удовлетворенность с собой сегодня мы не можем сказать не я не саше мы не можем сказать что мы чем-то не выгодны своей работой то есть мы выкладываемся в нашем понятии на 100 а то и более процентов то есть именно выкладываемся по знаниям физическим данным то есть то чтобы у вас прикормочная программа на задочной но не готов нету нету не только у вас нету поэтому мы понимаете все улыбаемся почему потому что это соревнование это как сказать это соревнование больше нету других но все правильно как бы когда есть разрыв и все команды других местах ловят там десятки килограммов у тебя ничего нет это однако ты знаешь что по большому счету по всему восточному побережью на которой кстати возлагались супер огромные надежды до чемпионата и команда которая замечала сектора когда мы были на западном берегу сказали мы не берем западный берег вообще потому что он не сработает не перспективный а что сейчас получается пока западный берег лучше работает чем восток насчет западного берега я могу сказать что в этом году разбивка секторов действительно очень в этом году действительно интересно шикарно я не говорю за прошлый год в прошлом году были нюансы для членов клуба для муты и в приватных беседах в течение года я высказывал свои претензии почему потому что в прошлом году мы попали как и сифры если ты помнишь где это западный западный берег да 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 и именно нам было отличие на что в прошлом году когда был кубок там хорошо ловили оставь в действительности было что получилось в прошлом году когда у тебя 5 6 метров либо 13 метров немножко разные ситуации но в этом году я не знаю я куда вот вытащил этот сектор и саша мне что-то сказал я готов был сказать очень многим ребятам очень многим я готов поменяться с любым сектором потому что они равноценные вот в этом году гадина в этом году нет я явно выделен западный берег сектор и когда призовой здесь брали перфекты я стоял через сектор от них я прекрасно помню как я наблюдал когда мы стояли у нас был 10 процентов результат от их него сектора я помню ситуации ночью я наблюдал мы стояли там через сектор я помню ситуация то сейчас отсюда все другое когда в этом году я говорю что шикарная разбивка секторов шикарно в этом году есть претензии к работе судьбу ходят несколько звонили что ночью сети это понятно ничего не могу сделать но даже те что приходят прямо заходите в сектор говорили ворот вы решайте с ним вопрос я знаю я тебе скажу если большая проблема ладно ты сидишь здесь и относительно относительно близко к нам да но мы звонили даже никто подожди слушай у тебя и западный берег у тебя есть тенге то есть че когда звонит когда к нему люди заходят сектор пока мы поднимем судью и пришлем его туда люди уже там лаги разобью с палатками поэтому мы говорим ребята в момент когда вы видите что кто-то заходит постарайтесь с ними нормально вежливо пытаемся объяснить что вас могут дисквалифицировать соревнований снять за то что у вас буферной зоне или вашей секторе сидит человек который не зарегистрирован на соревнованиях это как кто-то выйдет на футбольное поле участие и начнет бить по мячу да то есть как бы команда могут просто снять соревнований скажут что ребят нет смотрим все пытаемся вежливо решать то есть металла грубости то есть по отношению к нему ничего не проявляем но в то же самое время немножко было вчера обидно когда позвонили блин у ребят вот начали колы убивать потому прямо прямо в секторе колы убивать ребята стоят но мы подошли про я передам ваши претензии я думаю что немножко реагировали можно быстрее все таки более оперативно скажем так не было бы вопросов тебе забыть или на целом не на дугит на запад мы рядом не болит ну вот здесь рядом ну извините ребят ну здесь не подойти здесь уже не разрешили по вопросу это уже немножко я у ребят чему-то нашу жалобу две лодки стоят те же блесня прямо в секторе прямо в секторе вышли им говорят они говорят мы только отпустим прям все приятно не приятно неприятно шум гам стуки болотка все это да начиная ступорка вчера он пришли рабочие наши братья говорится говорим нельзя заходить вниз а он говорит а я хочу у вас активно порвали ленточки селесили я буду нельзя а тут такой он рабочий я не ленточку проваливать теперь рабочие чего работа не там еще того что там не искали оба сейчас поговорил с гаде да моим говорим они провален очковать теперь мы можем и бесполезно нет проблем я поговорю с гаде понимаешь вот такие вот белки нюансы не тоже сетей вчера подошел меня хим утром когда они снимались утром он с ними как с братьями как с братьями они ему привезите рыбки он говорит да привези время на чем что фарнаса две ночи подряд почему они ставят сети буквально начинают 7 вечера снимают около восьми утра ночью не приезжают две лодки несколько раз и делают шумовые эффекты что тоже никакая рыба сможет местная рыба к этому привыкла ты знаешь это с десятки не но не такой степени когда продолжает мы из-под сетей шикарно ловили тоже я понимаю что это не на соревнованиях как бы андрей мы не жалуемся мы тоже ловили на это касаться чтобы не было не приятно то есть немножко то что неприятно и самое главное неприятно со стороны рыбаков их грубость вчера у ребят они чуть ли не начали с подсетку вот было мы уже начали кричали уже не нашел мы уже начали кричать у него такой прожектор он начал светить они уже говорят а да да они смеют но они прямо и нас же я не свечу на воду во время соревнований то есть ничего но тут уже просто напросто его включил и именно им угловешник так чтобы они ослепли человек прожектор слепит на мне они снялись но они не снялись но извини меня до 40 50 метров у тебя сыпет сетку ребят это проблема к это что клуб хочет действительно международное соревнования большого уровня даже чем я считаю что при таких условиях это не решится на какие-то решения я думаю что нам нужно будет сделать я член клуба это моё в течение года попытаться возможно через меня минахима организовать встречу с православиками с их профсоюзом не те свой профсоюз но опять же минахим на эту тему уже несколько встречал что будет определенное количество зарегистрировки же входят в свою а большая часть который вообще чисто нигде не чистится чисто делают вот играть с ними большая проблема и очень немножко я поменяюсь но минахим минахимом я понимаю что в кибусники все мы все живем в одном государстве в израиле может быть выйти на мы голосуем за каких-то определенных депутатов может быть если говорящий как может быть мы через них может быть мы через них как-то будем действовать почему я все прекрасно понимаю что это их парносаж мы действовали мы встречались мы говорим не мин сельхозы были многих местах по нет мин сельхоз дает им разрешение на рыбалку дает им лицензию то есть это они как бы тот орган который в принципе может это дело прекратить вот так не выдал лицензию до свидания все наши говорили с полицией задействие на этот период а полиция ничего не может водная полиция она ничего не может им взять у них лицензия их лицензию саш нормально договориться кашу вот эти вот эти вот пляжи в этот момент недели это не такой большой срок это пять дней ребята пять дней пожалуйста поменяйте место вы все правы конечно я загрузку мы не говорим о давали мы не говорим о большом и длительном времени 5 миссии давай понятно поменять это то же самое что тебе сказать возьми 5 дней хоха же заслущён я сберу не на соревнованиях просто так посреди года потому что кому-то надо вместо тебя там по секундочку они приезжают в них не относит не 5-6 сеток и он одну ставит здесь 4 он стоит ей куда дальше единиц сектором если они задействуют сетку конкретно опять если он конкретно недодействие куда я не буду прервать эфир отойду к ним и пожалуйста если они задействуют одну из этих сеток в этом все конкретно где стоит рыбацкой секунду ладно мы говорим об этом у нижней относит к сашу я скажу так это вот как цунами но это не можешь предугадать это вот к этому надо относиться как природному явлению я помню один чемпионат когда я стоял рядом будет ускорить известный человек рудный спорт фишки правильно на очень известный я понял они он тогда был глеб и хайкин они шли на призовой сектор последнего мы просыпаемся последнюю ночь просто утром и у нас на два сектора стоят сети и он так он был в шоке хайкинг разве руками израиль но так он только шепит на я помню реакцию я помню реакцию скорей когда он был в шоке кстати после этого я здесь не видел они вольны правильно я говорю что все команды скажем поставить вот на этом берегу вот вот на этом в рядочек ну тут просто предложение поступило от одного из зрителей о том что нам было проще взять один кусочек берега и объявить его ну его было проще закрыть как бы на мигдаля ты помнишь когда в клубах был на мигдаля на всех поставили на одном пляже и что получилось уже крайне сектора практически взяли это самое такое сейчас ребята я прервусь я хочу звякнуть сейчас я звякну кеши извините привозят привел трансляцию ладно описание этого стрима я добавлю потом саша вы не сюда пришли вон они на лодке аж где а те что ты гонял я же ты гонял а эти соляшки только что здесь были прямо в секторе как они попали хрен его знает 4 сама они требуют признать сама карпом нарисую чешую и все и признаем как тот анекдот про корейца и собаку курица курица с молдавии там поп шойка кукуруза ну кажется вы предъявили претензии судьям я их услышал мы это передадим это пожелаю пожелать справедливо и учитывать нас количество судей достаточно большой в этом году нет такой напряжёнки как было в прошлом или быстрее да могут реагировать быстрее тем более что нет большого креста рыбы нужно взвешивать тоннами и падать но хорошо передадим именно пожелание это не то что претензии скажем так вот я не знаю я не очень многих турнирах участвовал пятый это мой турнир ну вот именно галерея скажем так вот в этом году организация ну скажем так очень хорошее то есть с каждым годом организации все больше и больше улучшается насчет того что ты задал вопрос что у тебя задаю просто счет 1 берега ну вот скажем так одного пляжа лично мое мнение лично мое мнение я его высказывали от себя что я за то чтобы команды стояли все пускай на дубе ряда ты прав что слева справа имеют преимущество четырнадцатом году или пятнадцатом году когда мы с юркой белорусом заняли первое место на кубке когда глеб и хакин проводили это вот там вот было нами все команды стояли в ряд кубок кубок это был кубок это был кубок это был кубок я вот часто где ты закончу я скажу так вот по мне это было справедливым мы стояли в четвертом секторе в пятом секторе стоял руби в третьем стояли асы вы извините руби стояла молодая команда где он помнишь тогда еще прошу можно ли он будет тренером там были нюансы с робином неважно это человек словах человек нюанс скажем так вот когда мы не за того чтобы победили но это было справедливо то есть мы в середке все смогли выцарапать мы смогли выцарапать понимаешь это действительно было что-то а вот когда вот в прошлом году мы стояли одни на берегу до той команды а а то еще ого-го извини это вип рыбалка это вип рыбалка это не соревнование это мое понятие это моё понятие соревнования я хочу соревноваться я хочу видеть я хочу чему-то учиться именно на тех же самых соревнованиях хочу учиться у своих соперников а когда у тебя нету соперников вот вот они стоят мы у них учимся они у нас что-то посматривают мы у них подсматриваем для этого должны проводиться соревнования извини меня а когда ты в бинокль на полтора километра видишь команде тени людей это ну не то это мой раз когда я был на чемпионате когда только будет вскоре конкретно на два абсолютно другая ситуация мы стали две команды абсолютно рядом у них были vip условия тебе почему потому что у них находилась блока порядка 140 метров у нас находилась блока 180 200 метров плюс они стояли vip условиях у них была шикарная поляна для лагерных всего мы не могли видеть ни удочки ничего пушкой на был рой камыша камышей и полоса буквально шесть метров и залива схода и вот я была разница бы стояли рядом но разница была очень сильно если бы это были молодая команда есть бы это получил бы наоборот и хайкин с глебом и попали в это сетку уже была вот она подсказали этот бы сектор не сразу бы отменили поменять нам сказали что об этом что было предложение сразу же обойдите просто не знали что это ну вот я была разница двух секторов рядом так вот дайте я сейчас скажу должен помнишь чем то что сказал это ужасно в моем визите тоже сказал тема колесников то что сказал сейчас иван его сишин романова сишин они в принципе подтвердили полностью мою мысль которая высказал полугода назад по поводу того чтобы перестать читать галейский кап коммерческим турниром изначально когда эта идея возник возникла очень давно много лет назад это как бы 11 близкий карту с этого 10 лет назад была идея сделать соревнования по примеру там монстр карпродукт то есть как бы дорогие соревнования с большим участием с призовым фондом с деньгами и максимально комфортные условия для каждой команды то есть спортивность вот отходила на второй план мы видим за последние годы что все больше и больше команд именно вот ведь тогда-то 11 лет назад сколько у нас было спортсменов и на спортсмен так какой 10 не было нас 10 откуда и встать до 10 лет назад все начинали когда это было несколько клубов но опыта так спортивного не было ни одного из них это было начало конечно валера проводил до рома проводил рома проводил то что мы участвуем ну да это было хорошо ладно и будем искупаться вот поэтому тогда мы начну учились и тогда как бы спортивность нам казалось достаточно далекой и в общем то возможно и не нужно ни к чему сейчас мы понимаем что наоборот у нас сейчас на соревнованиях на 95 процентов 20 90 процентов команд это именно спортивные команды для которых наличие призового фонда не является решающим в участии в турнире а их больше интересует спортивная составляющая и вот то что сказал сейчас артем и сказал роман что в принципе они как зарубежные команды они едут именно по соревноваться если они захотят поехать половить карпа просто за бабки так они поедут чисто отдельно индивидуально без соревнований пойдут служи марокко там не знаю даже к нам но только как чисто вот как юра бегала приезжал половить и рыбу поэтому мы в этом году естественно не успели уже это сделать нам сказали ребята некрасиво прямо перед турниром после начала записи менять правила это не не есть хорошо но на следующий год вероятность наверно 90 процентов то что будет именно такой вариант призовой фонд стоимость участия уменьшится приблизительно в половину призовой фонд останется на совести самих спортсменов то есть они будут решать если они хотят иметь призовой фонд они между собой сделают детализатор кто хочет сброситься деньгами и будут разыгрывать эти деньги кто конкретно это было уже у нас время влад береза это делал на гофре на соревнованиях когда он еще не было коммерческих турниров и так делается во многих местах то есть люди просто там есть каждый день сдают за день результат джекпот и так далее и тогда у нас останется возможность действительно делать спорт и садить людей в ряд скажем я очень надеюсь что в следующем году шизофротом снова выйдет из-под воды и тогда у нас появится еще один пляж который по условиям рельефом близок скажем дуга дугит и близок плюс-минус к этой части курси то есть все таки даже если мы сделаем три зоны это будут три равнозначные зоны с плюс-минус одинаковыми глубинами одинаковыми условиями для лагерей и тут же реально победит кто последний я понимаю даже на этом пляже извините если мы посадим всех в один ряд то у тебя там на той стороне глубина будет 14 метров на 100 а здесь 6 то есть уже вы не в равных условиях лаг будет все играть температура воздуха воды и так далее мы совсем с этим согласны все правильно но я говорю что вот именно своего пожелания высказал в валера рыбачок это на рыбалке мы столкнулись то есть сидели разговаривали сказал для валера говорю вот я хочу видеть своих соперников визуальные книги у тебя сегодня их вижу звали дважды чемпионы мира у нас есть и в чему у них поучить мы учимся мы понимаем мы извини меня мы как-то подсматриваем мы как-то пытаемся чему-то то есть мы мы движемся вперед а если ты сидишь один на берегу как многие попали в секторах в этом году прошлом году извини мы варимся в собственном соку мы не можем мы не можем двигаться вперед потому что мы не знали спортивная составляю никуда мы не мы не можем и нет мы не видим куда нам двигаться вот это вот так сказать пожелали получится получится я при мы прекрасно понимаем что клуб делать очень много для продвижения карпиши и тебе лично и всему клубу надо отдать должное в этом отношении потому что то что за 15-20 лет существования клуба произошло скажем так я по-моему на форуме рыбка я уже даже не помню то есть в первой сотне у меня запись первой сотни и то есть читая все это были какие-то нюансы споры потому что всегда не ездят ну по большому счету политика клуба правильно мы движемся вперед то есть вы скажу вы вы движемся конечно мы вышли на мировую арену мы участвуем зарубежных соревнованиях мы сейчас чемпионатах мира уже как бы не воспринимают израиль как какую-то страну на отшибе третьего мира засыпанную песками с верблюдами уже как бы прекрасно знаю что есть у нас и карп и можно половить зимой и что ребята которые приезжают даже на те же чемпионаты мира возможно они нас не настолько финансово подкованы как зарубежные команды но в плане знаний и опыта всего остального они не намного уступают единственная проблема что у нас нет опыта ловли в европейских водоемах сожалению очень мало тяжело он копится надо ездить за рубеж это большие деньги поэтому мы потихонечку накапливаем этот опыт и есть шанс в общем то конечно естественно все на добровольных началах от других странах это все-таки постоянных задорственную проблему или хорошие спонсор либо спонсоры потому что там это бизнес рыбалка развитие либо либо у них есть система вот как например сербии них есть куча клубов них там по 180 тысяч карпятников на сербию даже не может даже больше и насколько я помню то что нам рассказывали есть отдельно лига спортивная из которой есть шанс попасть в сборную то есть все остальные как бы сборное отношения не имеют хочешь попасть сборную достаточно большой взнос я не помню сколько по моему там полторы тысячи евро что такое это лига состоит из 180 спортсменов и вот именно они участвуют в турнирах в отборочных турах на чемпионат мира из вот этих вот денег скажем 180 человек сдали деньги а поехала 6 на чемпионат мира деньги которые были собраны на лигу вот они идут именно на оплату этой поездки то за счет этого закрывается у нас не 180 тысяч рыбаков извините поэтому собрать такие деньги чисто со всех наших невозможно а со спонсором а с госу ну а где взять у нас спонсируют очень зрелищные виды спорта типа с футболом помогите будьте нашим спонсором было бы неплохо да для вас это мелочь 11 до вот что как бы государственное в плане признания федерации и так далее мы этим занимались весь прошлый год и мы наткнулись на очень серьезные проблемы проблемы связаны именно с правилами что считается федерацией как то есть одно из правил о том что федерация должна состоять из не менее чем 120 человек которые в течение года участвует не менее чем четырех турнирах а мы можем набрать людей но турниров такого количества у нас нет и мы в это уперлись и пока мы не знаем как двинуться дальше слышал вот наших рыбаков и соседей что многие у нас закрывают сезон на летний период вообще закрывают сезон мы не закрываемся я знаю я тоже как бы редко когда ездил говорят жарко летом проблем родить сезон сашу и проводить еще одни соревнования на 1 мая где или в сентябре кто сказал что ты расстреляешь всех этих отдыхающих а как как с ними сбороться подожди сегодня говорила вот это полная турнира но почему обязательно зимой когда это сам я что мы не зимой не нужна где места зимой нет ты находишь место для себя 1 на 1 место для 30 команд ну саша а вот вопрос когда вопросы то что озеро если он решится туда будет про то это будет решение проблемы это будет частичное решение проблемы конечно потому что провести там галейский карп скорее всего не удастся но маловато вот весенние турниры весенние осенние вполне может быть поплавок фидер да там можно проводить хорошее озеро там опять как всегда все уперлось в то что идут смены власти каждые два дня выбора перевыборы никто не знает обуви завтра и соответственно тут начинается этот балаган как бы никто не хочет брать на себя ответственность принимать решение но работы мы не не бросили этот проект этим проектом занимаются юра коганович спасибо им большое он продолжает заниматься этим проектом сидит у них на голове посмотрим что из этого получится это насчет того что летом проводить турниры лишь пляжи закрыты туда сюда смотри наша команда ну вот саша я ребят гаевский бывший мой напарник билд карту любил вайлд карп ребята еще ездим все лет мальки и в принципе мы находим места одно из мест это не мигдарь начиная от культурного пляжа в правую знаю сейчас затоплен подожди он затоплен да мы ставим два три места мы согласны чтобы с тобой что он затоплен если например команда вайлд карп есть команда они не участвуют соревнованиях но ездят очень часто это женя с доктор ноны движением с максимум свое время то в теме тут поймет о чем я говорю второе дерево эта команда расчистила огромную площадь выкашивала мальки выкашивать выпиливали выкашивали вырубали в прошлом году они разработали на то уже проживала бы то не говорили в прямой эфир товарищи почему потому что туда не приедет потом нет не в этом дело то что делает в ранее законом запрещено вырубать и выкашивать свое время менгель это кино ряд хотели полностью убрать весь камыш на шизофрот и не дали сказали что они пытались это был один год они за это получили таких люлей что они теперь этого не делают я помню еще ситуацию субботников да но это объясняю все правильно после после этого опять же они получили очень большой скандал аж мурат от его им сказали что эти деревья эти камыши когда вода поднимается становится местом нереста рыбы и также это питание для андатр там и всякой живности и они нарушают экологию экологический баланс то что они там хотят отдыхающих принимать так это не волнует месяц и все остальное потому что их больше волнует сохранность экологии природы пляжник я так сказал упадет вода вот именно тот пляж который я знаю мы там проводили в левой стороне в сторону домики рота стоит домика рот там довольно километр ровно километром ровный километр проверила от ворота литера второго и было сезон два года назад до кустов было 20 метров было да там есть проблем вся эта зона была пустом есть проблемы спуститься вниз есть проблем подъезд подъезд не за не шикарная дорога шикарная дорога да то есть можно заехать разгрузиться выгодить машины машину машины таком все можно договориться летом когда низкая вода шикарное место для проведения и рожда 15 20 25 команд там спокойно становится на километре на километре спокойно становится 20 25 там мы знаем это место есть еще команды которые знают это место и я тебе скажу что я знаю одно сейчас вода высокая вот в этой стороне заказник все все понятно я мы все прекрасно понимаю было здесь еще есть есть еще куча таких приборных мест и что фотоаппарат на телефон собой поснимая их покрылок это будет пятая покрылка сама все мы закончили спасибо вам большое я очень надеюсь что мы будем неоднократно встречаться на наших турнирах и в дальнейшем дай бог нам здоровья главное здоровье всем вы не молодеем можете передать приветы всем кто нас смотрит на час мы 14 человек приветы будут еще смотреть буду смотреть записи поэтому желаем команде не хвоста не чешуи сонных ночей разрешаю будить судей случае пытались то есть пока бы случае поимки карпа меньше 18 килограмм не тревожить не тревожить спасибо большое все до свидания всем